Здравствуйте! Сегодня мы прогуляемся по всем известному городку Кембридж. Приглашаем вас прогуляться с нами. Кембридж – это город в Англии, расположенный примерно в 80 километрах к северу от Лондона. Он знаменит своим университетом, который является одним из старейших и наиболее престижных в мире. Университет Кембридж был основан в 1209 году и включает в себя множество колледжей, каждый со своей уникальной историей и архитектурой. Город Кембридж также известен своими каналами, парками и историческими зданиями, что делает его популярным местом для туристов. В Кембридже проводятся различные культурные мероприятия, включая театральные представления, концерты и фестивали. Кембридж является важным научным и образовательным центром, привлекая студентов и исследователей со всего мира. Город на реке Кемб. Отсюда и происходит название города. Мост на реке Кемб. Кембридж. Первый университет в Англии был основан в Оксфорде в XI веке. Основан он был монахами, изучали латынь, теологию и религию. Слова университет, доктор, кафедра и многие другие пришли в нашу речь с латинского языка. В Оксфорде часто возникали ссоры между студентами и местными жителями. Часто во время совместных посиделок, попивая эль, возникали споры между студентами и местными. Местные малограмотные жители не могли терпеть этих выскочек. И после слов «Больно умный» все заканчивалось мордобоем и членовредительством. В конце концов, некоторые преподаватели и студенты не в силах больше переносить побои и оскорбления местных жителей ушли из Оксфорда и основали новый университет в Кембридже. Более стойкие к невзгодам. Остались в Оксфорде. В Кембридже довольно много китайцев. Уже давно в Кембридже существует устоявшаяся китайская община, что делает этот город привлекательным для других китайцев, так как они могут легко интегрироваться в общество и найти поддержку. Немало китайских магазинчиков. С другой стороны, Китай на сегодняшний день очень сильно развитое государство. Высокие технологии. Многие производства находятся в Китае. С каждым годом улучшается благосостояние жителей Китая. Все больше китайцев могут позволить себе путешествовать по миру, а довольно многим устраивать своих детей в престижные учебные заведения. Если вспомнить, последние 20-30 лет китайские школьники все время завоевывают призовые места на международных олимпиадах по физике и математике, я полагаю, что многие из этих бывших школьников поступают и учатся в Кембридже. И все это заметьте, что Китай – это коммунистическая страна. Плюс трудолюбие, упорство и тяга к знаниям у китайцев, выработанное веками. Нужно понимать, что еще до нашей эры Китай было мощное государство. Сейчас полтора миллиарда жителей только в Китае, а за его пределами еще сколько? Хотел бы еще добавить о городе Кембридж. Считается, что город Кембридж в Англии был основан в период англосаксонского поселения примерно в 8-9 веках. Первое письменное упоминание о Кембридже относится к 730 году. Но люди проживали в этих местах с доисторических времен. В римское время на месте города располагалась крепость. На фасаде Тринити колледжа, прямо над парадным входом, высечена статуя короля Генриха VIII, основателя и покровителя этого заведения. Статуя на фасаде грозно взирает на проходящих мимо нее студентов. В левой руке король держит золотой шар – символ своей власти, а в правой – ножку стула. Король стал жертвой проделки студентов, отнявших у него скипетр и заменивших его на обломок стула. В одно время он даже держал велосипедный насос. Сейчас у скульптуры в руках уже сравнительно новая ножка стула. Предыдущую продали на аукционе. Еще несколько шуток, которые совершали студенты Кембриджского университета. Это событие стало легендарным. В 1958 году студенты ночью при помощи веревок и блоков установили автомобиль Остин Севен на административном здании университета. Это была шутка, которая потребовала значительных усилий и инженерной смекалки. Снятие автомобиля оказалось не менее сложной задачей. Пожарным пришлось около двух дней ломать голову. Как снять автомобиль? В итоге его распилили и сняли по частям. Этот случай часто упоминается как пример изобретательности и юмора студентов. Позднее под мостами часто вешали автомобили. Но первый случай с автомобилем был исключительно гениальным. В 2009 году на шпиле часовни Кингс Колледж студенты поместили шапки Санта Клауса. Чтобы снять их потребовались два дня и значительные расходы. Стрелка указывает, как выйти к реке. До боли знакомая брусчатка, по которой идем дальше. Карта Кембриджа. Красивая архитектура. Каждый из колледжей имеет свои архитектурные отличия друг от друга. На этой площади проходят какие-то представления. На плакате написано «Преследовали, пытали и убивали за веру. Это должно прекратиться?» Фалуньдафа. Это какое-то новое религиозное движение, в основе которого лежит традиционная китайская гимнастика цигун в сочетании с элементами буддизма, даосизма, конфуцианства и китайских народных верований. Очередная новая хрень. Флаги Украины, Грузии и Палестины. Одинокий флаг Украины, воткнутый в сетку забора. Что-то совсем нету протестующих и сочувствующих этому событию. Интересно, почему? Предполагаю, что этот конфликт будет развиваться. В него и дальше будут втягиваться различные близлежащие народы и государства. Пока все это не закончится большой ядерной бедой. А вот и палестинские флаги, лагерь палестинцев. Израиль устроил настоящий геноцид палестинского народа. Тотально уничтожает палестинцев, потому что не считает их за людей. Это натуральный фашизм. Полагаю, в будущем евреям все-таки придется ответить за свои действия и почти всем жить в постоянном страхе. Весьма печально. Ничего не меняется в нашем мире разумных людей. Подходим еще к одному знаковому месту. Часы-хронофак или корпус-клок, также известные как часы кузнечика, грасхоппер-клок. Идея создания таких часов принадлежит Джону Тейлору, который является сотрудником этого колледжа. На создание часов он потратил 1 миллион фунтов стерлингов из своих личных сбережений, после чего подарил часы колледжу. Одна из отличительных деталей часов – это металлическая скульптура насекомого, похожая на кузнечика или саранчу. Эту скульптуру назвали хронофак, что в переводе с греческого значит «пожиратель времени». Фигурка двигает ртом, съедая секунды, когда они проходят. Вторая характерная особенность – часы показывают точное время только раз в пять минут. В остальное время может показаться, что маятник застревает, останавливается или, наоборот, мчится вперед. По задумке Тейлора, это беспорядочное движение отражает нерегулярность жизни. Часы изумительно выглядят в темное время суток, подсвеченные диодами различных цветов. В Кембриджском университете во время экзамена однажды появился смышленый молодой студент и попросил инспектора принести ему пирожные и эль. Последовал следующий диалог инспектор. Прошу прощения. Студент. Сэр, я прошу вас принести мне пирожные и эль. Извините, нет. В этот момент студент достал копию четырехсотлетних законов Кембриджа, написанных на латыни и до сих пор номинально действующих, и указал на раздел, который гласил. Джентльмены, сдающие экзамены, могут запрашивать и требовать пирожные и эль. Пепси и гамбургеры были признаны современным эквивалентом, и студент сидел, писал свой экзамен и с удовольствием ел гамбургер и пил пепси. Преподаватели не растерялись. Нашли еще один старый закон. Где говорилось, что студент должен приходить на экзамен со своим мечом? Три недели спустя студент был оштрафован на пять фунтов за то, что не надел на экзамен меч. Пробираемся взглянуть на знаменитый математический мост, официально известный как Мост Королевы. Он был построен в 1749 году и является частью Куинс Колледжа. Интересно, что мост был спроектирован таким образом, что кажется, будто он держится без использования крепежных элементов. Однако это миф. На самом деле, в конструкции использованы болты и заклепки. Легенда гласит, что мост был построен без гвоздей Исааком Ньютоном, но это неправда. Так как Ньютон умер за два десятилетия до его постройки, мост неоднократно перестраивался, но сохранил свой оригинальный дизайн. Мост называется математическим по следующей причине. Он построен из прямых деревянных досок, образующих форму арки. Совершенно пустой автобус, предлагающий экскурсии по Кембриджу. В этом кафе с манекеном-гвардейцем мы выпили чудесного кофе. Хороший кофе не везде можно встретить в Англии. Студенты опять шутят. Указатель, где туалет? Но одну букву стерли. И указывает на то, что это помещение сдается в аренду. Лорд Байрон считается самым выдающимся английским поэтом всех времен. Несмотря на хромоту и болезненность, слыл он человеком экстравагантным, мужественным, чуждым всяческих условностей и эксцентричным. Байрон очень любил животных. Когда он поступил в Кембридж, то попытался привезти с собой и любимого пса. Но в университете насчет собак существовал строжайший запрет, специально прописанный в уставе. Байрон умолял. Пускал в ход все свое красноречие. Все без толку. Получив решительный и окончательный отказ, Байрон решил восстановить справедливость другим образом. Он купил где-то медведя и привез его в Кембридж. Через несколько минут администрация университета услышала дикий визг, а потом показалась толпа студентов, несущихся с выпученными глазами и криками «Медведь! Медведь!». Когда Байрона стали отчитывать за эту странную выходку, он невозмутимым тоном попросил показать ему правило, по которому на территорию Кембриджа запрещено приводить медведя. Никаких подобных правил в уставе не нашлось, и руководству пришлось согласиться с законностью пребывания медведя в университете. Может, испугались, что на следующий день Байрон явится с тигром. Так он и жил со своим ручным медведем все студенческие годы, а потом еще вдобавок пытался отстоять право благонамеренного и честного медведя получить образование в самом лучшем колледже свободной Англии. Но с образованием у косолапого не заладилось, и вскоре Байрон с медведем покинули стены Кембриджа к великой радости администрации. Своеобразная скульптура Талоса из древнегреческой мифологии. Судя по тому, что никто не делает селфи на фоне этой скульптуры, скульптура удалась. Уличные музыканты. Видимо, студенты собираются начать развлекать публику на местном базаре. А эта работа мне лично понравилась. Тише мыши, кот на крыше. Памятная доска, посвященная Калверли Чарльзу Стюарту, английскому поэту, прозванному Королем Пародистов. 121 лауреат Нобелевской премии был связан с Кембриджем в качестве студентов, выпускников, преподавателей или научных сотрудников. Несколько самых известных. Эрнест Резерфорд Питер Пауль Рубенц Чарльз Дарвин Роберт Оппенгеймер Исаак Ньютон Стивен Хокинг Оливер Кромвель Ну и, конечно, Король Чарльз Третий И еще много писателей, актеров и юмористов Интересная каменная кладка, похожа на нормандскую кладку елочкой Нравятся мне старинные двери С коваными гвоздями Удивительно! Хорошо сохранившееся старинное стекло Хорошо видны различия современного стекла от более старого Присел и понаблюдал за китайской молодежью Они также увлеченно смотрят в свои смартфоны Как и другая молодежь в мире Но смотрят они свои мессенджеры и видео Играют в свои игры Дело в том, что в Китае был давно запрещен YouTube И сейчас они смотрят исключительно свои китайские видеохостинги Которых в Китае достаточно И они очень популярны И мало кто из китайцев знает о существовании YouTube Меня это немного удивило Я слышал, что в России планируют закрыть YouTube Это, конечно, плохо, но не смертельно В России достаточно различных видеохостингов Вконтакте, например На видеохостинг Рутюбе можно автоматически перенести с YouTube Все свои видео Но и не только свои А любые понравившиеся видео И главное, там пока нету дурацкой рекламы, которая на YouTube До недавнего времени можно было пользоваться браузером Opera Он блокировал рекламу с YouTube Было удобно Сейчас уже не всегда блокирует С некоторой осторожностью поднял свой дрон Так как рядом с Кембриджем находится небольшой аэродром Для небольших самолетов, которые летают достаточно часто Но я имею лицензию на полеты на своем дроне Автоматически на свой смартфон получил разрешение на полет С некоторыми ограничениями Выше 120 метров я не поднимался, чтобы не входить в эшелоны полетов малой авиации Сверху хорошо видно, что город Кембридж – небольшой город Хорошо видно, как ветер и дожди выдувают песчаник Книжный магазин издательства университета Кембридж Река Кем не глубокая Поэтому легче отталкиваться шестом, чем грести на веслах Раньше на такого типа лодках перевозили различные грузы Теперь подрабатывают студенты, возят туристов Желающих прокатиться на лодке всегда достаточно После окончания экзаменов студенты ежегодно устраивают гонки на лодках из картона Весьма веселое зрелище Также бесшабашно студенты отмечают события, окончание университета Студенты Есть студенты Спасибо, что посмотрели это видео Надеюсь, что было интересно Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, если еще не подписались Ставьте лайки или дизлайки Жмите на колокольчик Буду очень рад, если напишите свой комментарий Или зададите вопрос к этому видео До свидания До новых встреч До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok